есть даже такая поговорка можно смотреть вечно на огонь и воду это так красиво это огонь это расплав это привлекает красота этого процесса огонь вот это что вот с этой стихии вот этот плавильщик он справляется у нас все люди знают в основном своем химию физику по профессию учиться они знают технологические процессы окисление восстановление что зачем идет что что нужно дать для того что получилось допустим там довестись по углероду по кремлю по марганцу там по меди по голову по любым компонентам дам феросеру сколько дать там допустим на нажимную пластины валю это надо еще сделать это надо рассчитать посчитать расплав ага там 20 тонн так это надо сделать и это не каждому да ну сейчас по углероду идет ровно стабильно приходится добавлять добавлять то есть то есть порции 200 килограмм ты добавляешь все сколько порции 250 добавляется еще примерно 50 килограмм о я услышал так имя саша отлично хром доведи до 20 и марганец доведи до 60 обязательно само по себе слово чугун но в переводе с китайского означает чул искусство гун литья ребята но они творят чудеса при работе это очень тяжелый труд по-настоящему мужской знаете у нас как-то нытиков здесь нет здесь действительно настоящий суровую но не суровые прекрасные люди с большой буквы специалисты мужчины мужики я не знаю как как лучше как более доступно понять нас сказать ребят спасибо реально прям прошел о смена во я спокойно работаю ребят от души ну как всегда ребят я вот знаете даже горжусь тем что эти годы я плечу в плечу работу с этими людьми они не дают стимул для работы мы в нерабочих конечно обстановках мы общаемся мы говорим на разные темы ну на расплаве вот например электродуговая печь у нас производит выпуск металла при температуре 1580 градусов направленный поток тепла через рабочее окно поверьте парни это очень жарко это вот эти прекрасные люди удерживают такие тепловые огромные тепловые нагрузки с честью четвертую печь мы посмотрим туда да это вот александр который приехал с донецкой области работящий мужик как в общем то и всех вместе взятые здесь так давай да сейчас на перехвате 7 сливает пробу отправляет пока ты на перехвате знаете очень люблю свою работу это ну во первых у нас это династия я как-то всегда почему-то знал что я буду металлургом мой отец был металлургом когда я придя на завод девяносто втором году перед армией как-то я сомневался но неохотно брали сюда именно 18 летних юношей и я твердо решил что когда служу я приду обязательно в чугунолитейное производство вот я приду я пойду работать по стопам отца вот этот скребок ребят полностью весит если его взвесить то я думаю не менее скажем так 40 50 килограммов он весит вот этим скребком надо суметь сработать скачать шлак интенсивное плавление шлак 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 скребок тяжелый я первый день своего пребывания я не мог скребок вытащить и хотя я уже имел опыт я вам скажу почти девять лет седьмой печи я не мог вытащить мне было тяжело и занимаюсь тренажерным зале вот и снаряд хаммер я рывок отрабатывал меня ребята не бывает ты чё делаешь я и мужики вам не понять я отрабатывал рывок вторая смена третье у меня пошло пошло я уже работу 30 лет по профессии 30 лет тут узнаете и наша династия она продолжилась мой сын денис он продолжил династию деда меня он тоже плавильщик он работает в соседней бригаде вы знаете я горжусь этим парнем вот смотрю мы очень часто общаемся именно по работе с ним не только по семей по работе денис меня спрашивают советы как у и просто отца а еще как более опытного своего товарища и мне так приятно что я говорю с сыном как специалиста специалистом знаете это дорогого стоит парни всем добрый день сынок привет мой хороший привет сынок и низ какие недочеты какие замечания по печи поплавление им 1 налитый ковш металла был в его семь лет тогда да был день открытых дверей я привел сына на производство еще ребенком и подошел к печи фр-45 л и как раз и шел отбор металла и я попросил плавильщика но в моем присутствии пускай нальет ковш модифицировал ковш плавильщик и мой сын его налил рад тебя видеть давай сынок давай макаров это привычка бывали случаи когда молодые специалисты приходили они просто боялись открытого огня было понимание у них что они приходят у них за плечами старшие товарищи они подскажут помогут но когда они видят этот металл металл жидкий расплавлены да ну обольет а потом это приходит в привычку настолько в привычку что для нас этот расплав это настолько естественно но может быть как слесуре на конвейере допустим какой-то болт прикрутить для нас расплавленный металл это часть нашей работы мы этого не боимся ковши прогреты я вижу что несоответствие по температуре дополнение ковшей не будет ковши прогреты готовой к работе перед выпуском металла а плавильщик обязан исполнить свою должностную инструкцию достичь температуры 1540 градусов и зафиксировать эту температуру на первоначальных этапах да вот молодому специалисту надо перебороть страх он присутствует он присутствовал и у меня когда я пришел когда я с дрожащими ногами поднимался первый раз на печь 2 но я смог я смог да через какой-то там страх а потом это стало в привычку там последний расплав вот я сейчас позвоню первую очередь допускай седьмая сливает сань сначала сливает 7 потом все колобашки все разливаемся так 10 тонн 10 тонн к по готовности сливаем готовь печь к сливу и переливаем печь в у тебя детали я знаю что мы производим я знаю качество наших автомобилей я отвечаю за то качество которое мы выпускаем потому что я сам исполнитель я сам смотрю на это технологический процесс и я его выполняю мне нравится ездить на машине на вазовской машине я управляю весты и это мой бог убежденный выбор хотя мой старший брат он предприниматель вот и он так настаивал на то что я купил именно на марку и мы с братом спорив даже чуть не поругались все гният павлик я хочу весту я тащусь от своей работы просто вот я хожу с огромным удовольствием здесь узнаете лентеев нету и 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